А там проводится реконструкция, памятник архитектуры, на каком этапе, и там видели, повесили кондиционер, будут ли их снимать? Их не повесили, они были. Давайте опять правильно задавать вопрос. То есть они были бы там на этом здании у собственного квартир, там же нет. Там было куда меньше. Нет, нет, нет. Давайте таким чином. Как вы знаете, на теперешний час на рівні держави немає жодних настанов щодо кондиционер. Так, мы знаем, что фасад, есть фраза, что фасад не должен быть изменен. Конечно, мы по цему фразу намагаем, скажем так, притягнуть, как говорят, системы кондиционирования. Но, постойно спілкуючись з властниками этих самых кондиционерів, мы наражаемся на то, что на выполнение приписов у нас есть единственный шлях – это судовые позови. Давайте порахуемо, сколько на теперешний час, за последние 30 лет, у нас висит кондиционер по памяткам в центре города. Как вы еще вважаете, сколько позовов судовых мы будем мать, если мы будем, не маючи законных основ, намагаться их демонтировать. Немає процедури демонтажа, немає процедури узгоджения щодо того, чтобы повесить этот самый кондиционер. Это не только для центра, это вообще для места. Поэтому я очень рад, что это вопрос все-таки постойно поднимается. Мы намагаемся на теперешний час створить будь-який, хотя бы на рівні места, будь-який документ для того, чтобы мы имели эту процедуру. Но мы наражаемся на то, что у нас есть другие законы, насамперед, это Конституция, и насамперед, это правила щодо користирования житловыми будинками, где не зазначено жодным чином про систему кондиционирования. И люди мают дейсно право про это сперечаться и говорят нам, что неможливо под час нашей 45-50 градусной спеки влитку находиться в этих будь-яких без кондиционеров. Это очень сложное вопрос. На теперешний час без допомоги загалу и без допомоги, скажем так, юридично, мы сами справиться с этим вопросом не можем. И, снова-таки, есть подготовленный проект документу, но мы уже на стадии обговорения стикнулись с тем, доброе, если не можно на фасаде, то куда их размещать? Починается, что по каждой окремой адресе требуется разглядеть окремый вариант оздобления майданчиков для этих кондиционеров, пошук площадей, где можно эти кондиционеры, блоки размещать. Может, это варианты, что на чердачных примещениях, дахи на внутренних фасадах. Но это все. Виникает после этого вопрос. За чей рахунок будет производиться цей демонтаж? Та кількість кондиционеров, которая есть, даже по окремому какому-то будинку, это складывает процедуру. Но на теперешний час, подчас комплексной реставрации, мы спилкуемся с мешканцями будинков. Как вы знаете, у нас есть примеры, где после реставрации кондиционеры были демонтированы. Там, где на это была сгода самих мешканцев, и сами мешканцы эти кондиционеры размещали на внутренних сторонах балконов, або на внешне обладнаних прибалконных решетках. То есть, в таких случаях нам идут на зустріч. Но, на жаль, процедури, и насамперед, нет прецедентов у нас в городе, что до подобного. У нас есть несколько справ, которые мы уже 2 года ведемо, чтобы демонтировать эти блоки кондиционеров. Это только через суд. И на теперешний час, это по окремой, на жаль, випадке, потому что в массовом, в целом, мы не можем это делать. Если будет принять такой документ, то мы можем говорить про какой-то переходный период, где мы будем давать настановку по каждой адресе окремо, где и куда их можно размещать, эти блоки кондиционирования. Но пока не будет принято какого-то реквелуторного документа, на который мы можем спираться, это почти не возможно. Продолжение следует...